Санкции Турция не накладывает никакие санкции на Россию. Это позиция руководства. Почему она не делает так, как делают многие другие сейчас страны? Потому что стратегическим союзником будущего для Турции является Россия. Если падет Россия, будет расчлененная Турция. Но это и в обратную сторону. Если падет Турция, то будет разделенная Россия. В России Атлантический союз очень хорошо знает историю. Англичане способствовали падению Османской империи, чтобы захватить азиатские страны. И, используя греков, захватывали. И основатель Турецкой республики Ататюрк тогда начал войну за независимость. И первый, кто признал правительство в Анкаре, которое боролось за независимость, была Россия. Благодаря этому мы победили. И об этом очень хорошо знает Запад. И никакие санкции или эмбарго, которые Запад навязывает, турецкое руководство не будет использовать. Потому что это будет во вред ей же самой. Турецкий народ это понимает. Почему турецкий народ постоянно избирает президента Эрдогана на выборах? Потому что он сопротивляется НАТО и Западу. Потому что защищает национальные интересы Турции. Если бы он так не делал, тогда и турецкий народ бы его не избрал. Как вы видите дальнейшее сотрудничество Турции и России? Можно ли говорить о том, что в перспективе будет создан некий союз двух государств? То есть отношения станут настолько тесными? Мы сейчас являемся союзниками по многим вопросам. Допустим, мы вместе введем астанецкий формат. И благодаря сотрудничеству Путина, Алиева и Эрдогана вопрос был решен в Азербайджане. Армения была более западной. Но сейчас мы опять ее переманили на свою сторону, благодаря общему сотрудничеству. 50 лет мы мечтали о строительстве атомной электростанции. Но НАТО нам этого не давало. Но вместе с Россией мы сейчас строим ее в Турции. То, что НАТО представлялось как оборона турецкого воздушного пространства, они потом забрали себе. И мы были беззащитны. Но потом мы взяли С-400 у России. И сейчас Турция и Россия будут С-500 вместе разрабатывать в Турции. И космические исследования мы тоже с Россией будем делать. Как мы можем спутники сами запустить? Нам нужен космодром. Конечно, мы будем использовать Байконур.